Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 июля. Страдание святого мученика Иулиана, царствование императора Антонина, язычники принуждали христиан приносить жертвы богам. В противном случае язычники угрожали христианам лютыми муками и самой смертью. В провинции Компании тогда егемоном был некто Флавиан, человек весьма жестокий. Егемон ненавидел имя Христова. Флавиан послал по всей провинции Компании своих слуг, приказав им забирать всех христиан, каких они встретят, и привезти их в город Атину, в котором он сам находился в то время. В это время в Компанию прибыл из Далмации некоторый муж, юный летами, но старец по жизни и мудрости христианской. Прекрасной и самым телом, но еще более прекраснейшей благодатью и святостью. Честны по происхождению и честнейшей по вере. Имя мужа тому было Иулиан. В то время как Иулиан проходил около города Анагния, случайно натолкнулся он на воинов и демоновых. Иулиан воздал им христианское приветствие, сказав «Мир вам, братья!» Воины же, догадавшись по этим словам и по кроткому обращению святому, что это был христианин, в начале спрашивать его, кто он и откуда, как его зовут и какую веру он исповедует. Раб же Божий Иулиан, желая пострадать и умереть за имя Христова, бесстрашно отвечал «Я христианин, имя мое Иулиан, происхожу я из Далмации. Направляю же в эти страны всюду вещевая людей отвергнуть поклонение идолам и уверовать в единого истинного Бога и Сына Его Господа Иисуса Христа. Я увещеваю людей почтить того, о котором я проповедую, и ради которого я готов положить жизнь свою». Воины весна удивились столь мужественному ответу святого, однако взяли его, крепко связали и повели, ударяя палками и оружием со словами «Посмотрим, насколько справедливы будут слова твои о том, что ты желаешь умереть за распятого». Перенося побои, святой молился Богу, прося сил, чтобы до конца претерпеть страдания за святое имя Его. И молитва святого Иулиана была услышана Богом. И шел голос, укрепивший святого «Не бойся, Иулиан, я буду с тобою и дам тебе силы и мужество». Тогда святой юноша принес благодарение милосердному Богу, после чего был отведен к Егемону, и по повелению его был заключен в страшной темнице, называвшейся Холодным Рвом. В этой темнице святого содержали семь дней без пищи и питья, чтобы погубить его голодом и жаждою. Но Бог не оставил раба своего, послав к нему святого ангела. Узник Христов наслаждался лицезрением и беседуя с ангелом, принимая небесную пищу из рук его. Спустя семь дней Егемон вышел на публичное судилище. Здесь потом была построена церковь во имя Пречистой Богородицы. И воссел на судилищном месте в присутствии множества собравшегося народа. Потом приказал представить себе мученика для допроса. Когда святой был приведен к Егемону, то последний спросил его, «Не стыдно ли тебе такому красивому и честному юноше поклоняться малоизвестному назаренину, распятому на кресте? Разве не лучше было бы, если бы ты отрекся от этой дурной веры? Поклонись богам нашим! Тогда царь будет милостив к тебе!» Мученик отвечал, «Моя слава и похвала — распятый Христос, Бог мой! И я не желаю сам ничем именем хвалиться, кроме креста Господа моего. А за святую веру, которую ты называешь дурною, я готов умереть. Твои же боги поистине мерзки, ибо они бесы. Пусть стыдятся их все, поклоняющиеся им». После этих слов егемон пришел в ярость и велел бить святого по устам, а затем растянуть его на мучилищном дереве. Принимая побои, мученик молился Богу, «На тебя я, Господи, уповаю, силою Твоею спаси меня! Ты мой Бог, помощник мой, прибежище и избавитель мой! Пусть устыдятся все, поклоняющиеся идолам и замыслившие сделать мне зло! К тебе, Господи, взываю я, не отдай меня во власть врагом моим!» И снова постом был святому голос с неба, укрепивший святого, «Не бойся, подвизайся мужественно!» Тогда мученик Христов, обратившись к народу, сказал, «Внимайте, окаянные! Не надейтесь на богов, коих вы сделали сами себе своими руками! Познайте того Бога, который создал из ничего небо и землю!» Увещевая народ, святой Иулиан обратил ко Христу более тридцати мужей, потом он снова был отведен в темницу. Утром следующего дня святой опять был выведен на судилище. И Гимон сказал ему, «Я хотел бы пощадить тебя, не щадящего самого себя и желающего поклоняться богам непобедимым!» На эти слова святой мученик отвечал, «Напрасно ты говоришь мне это! Ты уже не изменишь моих мыслей! Я поклоняюсь тому Богу, которому должны все поклоняться! Этот Бог сотворил небо и землю!» И Гимон Славиан пришел в гнев от этих слов святого и приказал повесить Иулиана на мучилищном дереве и терзать побоями и железом. Но по силе Бога дивного святых своих руки мучителей ослабели и разболелись. Так что они не только не могли коснуться святого, но даже не могли держать в руках орудие мучения и вообще не могли ничего делать. В то время как Гимон удивлялся этому, прибыл вестник, сообщивший, что храм Бога Сераписа упал и идол того Бога вместе с прочими идолами превратился в прах. Серапис, собственно, божество египтян, считался египтян верховным богом, подобно тому, как Зевс считался главным богом у греков и римлян. Поклонение Серапису не ограничилось Египтом. Во II веке до Рождества Христова культ поклонения Сераписа проник в Грецию и Рим. Культ Сераписа особенно покровительства в император Мирон и Антонин Пи, упоминаемые в житии. В Риме существовало несколько храмов, посвященных Серапису. Было также много надписей и памятников с именем этого бога. Егемон и его бесовские слуги пришли в великое изумление от известий и преисполнились стыдом. Христиане же, находившиеся среди народа и исповедовавшего в тайне святую веру, возрадовались душою и прославили Христа Бога. Потом язычники, стоявшие близ места того, воскликнули во всеуслышание, «Да будет погублен этот волк как можно скорее!» Егемон, преисполненный гнева и злобы, тотчас же изъявил согласие на требования народа и предал мученика на смерть, высказав свое решение в таких словах, «Повелеваем усечь мечом во главу Иулиана, наученного христианами волшебной хитрости, хулителя богов, ослушника царского приказания. Усечь же, повелеваем на том месте, где разрушился храм, дабы отмстить за бесчестия, нанесенные богам нашим!» И поведен был святой к месту казни. Здесь мученик, преклонив колено, и помолился Богу. «О, бесконечная благость Божия! Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты сподобил меня, недостойного такой честной смерти, как смерть за святое имя Твое! Молю же Тебя! Омой меня этим самым пролитием крови моей! Очисти меня от грехов моих и введи меня в благословенное Царство Твое! «Приими дух мой в мире, и не забудь милосерден своим из всех тех, кто пожелает во славу Пресвятого имени Твоего почтить память моего страдания!» После молитвы мученика с неба послышался голос, удостоверявший, что молитва Его была услышана, и призывавшись святого в места горние. И устечен был во главу святой мученик Иулиан. Собственностью год кончины святого Иулиана неизвестен. Во всяком случае, время ее следует относить к половине второго века. Святая душа Его, отрешившись от плоти, взошла на небеса ко Христу Богу нашему, Царствующему со Отцом и Святым Духом, коему восстывается слава ныне, всегда и в бесконечные веки. Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok